Дарова, с вами Дэйв Джонс и сегодня настало время вновь актуализировать билды для проклятых подземелий и речь пойдет о лучнике, поскольку он до сих пор довольно хорош в проклятых подземельях и этот билд, который я сегодня вам покажу, будет подходить не только для следопытов, но еще и для убийцы, то есть для самых сложных проклятых подземелий. Сразу скажу о том, что совсем скоро на моем канале выйдет ролик о трех самых простых билдах, которые можно использовать на мобильном телефоне и там я расскажу о более простом билде на лучника для новичков, который максимально подходит для старта в проклятых подземельях, а сегодня более сложный билд, который адаптирован под текущую мету, которая крайне мобильна, крайне неприятна, имеет довольно много сайвов и не прощает ошибок. На этом билде вы смело сможете отыгрывать с довольно неплохим винрейтом, как в следопыте, так и в убийце, как я уже сказал. Ну и как обычно, ребят, вот этот вот билд за несколько лямов заберет тот, кто оставит комментарий от четырех слов, будет подписан на канал и жахнет этому видеоролику лайк. А в конце этого видоса мы разыграем билд из предыдущего видоса на булаву. Ну, здесь уже, как говорится, добавить-то и нечего, переходим к билду. Поехали! Как обычно, мой видеоролик разделен на тайм-коды, где в первой части я рассказываю теорию и показываю возможные комбинации и варианты предметов, а также общий концептор работоспособности класса. А во второй части будет небольшая пвп-нарезка для закрепления материала. Что такое обычный лук? Обычный лук в простонародье в Альбионе называют бурстовым. От слова бурст, то есть максимальный урон, это означает то, что мы можем выдать максимальное количество урона за короткий промежуток времени в одну цель. Поскольку одной целью является в проклятых подземельях для нас один игрок, вариация через обычный бурстовый лук довольно популярна в проклятых подземельях. И сегодня я продемонстрирую вам, наверное, универсальный билд, который будет работать в рамках текущей меты. Текущая мета проклятых подземельев достаточно мобильна, помимо этого она достаточно душная в плане контролей и в плане сэвейживания файтов. То есть от вас все время будут пытаться убежать, если будут допускать ошибку. Булава, шесты, фросты в хэви, это крайне неприятные билды, холики туда же. И мы будем под это все подстраиваться и стараться выжать максимум из бурстового лука. Что для этого нам понадобится? Начнем с ПВЕ. В ПВЕ, как я уже говорил, мне без разницы, в чем вы будете фармить. Я предпочитаю вот такой вот набор способностей в основном луке. В пассивку можете переключать пронзающие стрелы, которые будут добавлять вам порезку защиты у вашей цели, что позволит вам быстрее забирать боссов и быстрее проходить карабты. Ну а когда наступит ПВП, у нас идут уже вариации. Итак, мы берем самый обычный лук. Это оружие несменно в вариации лучника через бурст в проклятых подземельях. И здесь у нас есть три варианта первой способности Q-Spello. Первый это мультивыстрел. Мы выпускаем град стрел перед собой в конусе и отбрасываем всех задетых врагов на довольно большое количество метров. Ну, 9 метров это достаточно много. Плюс наносим довольно неплохое количество физического урона. Выглядит данный скилл вот столько, вот так вот. И кдшится он не очень долго. 5 секунд в обычном состоянии без каких-либо пассивок и еды на откаты. Это очень неплохой откат. Этот скилл позволяет нам сбивать неприятные касты противника, отталкивать противника от нас, если это какой-то душный милишник, который будет впечатываться в нас и грызть нам лицо. И я его использую достаточно часто. Опять же, против каждого класса вы во временем научитесь подбирать свой оптимальный Q-Spell. Но эта способность должна использоваться, например, против хилов, когда вам нужно сбивать хилищие касты. Против каких-то, как я уже сказал, милишников, которые на вас садятся, типа перчаток, кровиков. Когда перчатки нажимают откат своих скиллов, вы можете мультивыстрелом сбить им этот каст для того, чтобы они не откатили свои скиллы. Второй спелл больше подходит для каких-то билдов, которые будут от нас убегать. Например, боевой лук, какие-то бадоны, фросты. Этим скиллом, который стреляет на 18 метров, можно довольно неплохо настреливать и вводить противника в бой. Помимо этого, наносить какой-то постоянный урон, поскольку восстановление у этой способности всего 3 секунды. И плюс мы еще снижаем сопротивление урону, то есть входящий урон по цели на определенное количество в течение 6 секунд. И этот эффект накапливается до 3 раз. Данный спелл мы берем против билдов, которые от нас будут убегать. Для того, чтобы вести в бой, дострелить и держать на расстоянии тоже неплохо подходит. И, наконец, третья способность, которую я беру наиболее часто, хотя эти два скилла, про которые я вам сейчас рассказал, тоже максимально эффективны, это отравленная стрела. Отравленная стрела просто-напросто настакивается до 3 раз, наносит определенное количество периодического магического урона в течение 6 секунд. И вы просто-напросто стреляете сразу же в своего противника этой отравленной стрелой, сразу же можете бегать, и урон при этом цель получает. Удобство данного скилла в том, что вам не нужно после того, как вы ее бросили, что-то там, не знаю, целиться ей, просто выбрали противника, нажали кнопку, и сразу же противник начинает получать периодический урон. И данный спелл отлично будет сочетаться с нашей курткой, которая необходима нам для более соевого положения в текущей мете карабтов. Вторая способность. Здесь у нас есть два варианта, которые я предпочитаю брать. Чаще всего я беру ледяную стрелу. Мы выпускаем ледяную стрелу на 2 метра перед собой. Она взрывается и наносит физический урон довольно мало, и при этом замедляет всех попавших под этот выстрел противников на 40% на довольно продолжительное количество времени. Данный скилл позволяет нам откайтить противника и каким-то образом выйти из неприятных способностей. Если это душный милишник, опять же, замедлить его, отпрыгнуть, не получать от него урона. Если это будет фрост, то от его ауешек немножко спастись. В общем-то, данный вид билда, данный вид скилла отлично подходит для того, чтобы кайтить и догонять. То есть, если противник от вас будет еще и убегать, вы можете выстрелить в его направлении и сократить между вами дистанции, чтобы продолжать настреливать противника. Отличный скилл. И второй скилл, который я беру реже, если против меня противник, которого мне не нужно кайтить, который будет вместе со мной фейсроллиться. Это может быть кровопуск в летких случаях, когда он прям душный через ткань, например. Файермаг какой-нибудь. Я беру взрывающиеся стрелы или, например, такой же лук, как и я. Мы берем взрывающиеся стрелы. Мы зачаровываем следующие 10 стрел на 15 секунд. Они будут наносить дополнительный урон в виде взрыва, а также дамажить всех противников в области. Замечательная способность. Бурстовый лук именно поэтому и бурстовый, потому что обычно сочетают колдовской колчан с нашими взрывающимися стрелами. Но в данной вариации, в данной мете я бы рекомендовал наиболее часто все-таки использовать ледяную стрелу. Она более вариативна. И у нас получается полубурстовый лук полукайтищий. Это на самом деле тоже довольно неплохо работает. Основной буст у нас будет идти за счет нашей Е-способности. Колдовской колчан. Мы зачаровываем 18 обычных атак в течение 30 секунд. Каждая обычная физическая атака будет увеличивать наш физический урон и скорость атаки. Накапливаться этот эффект будет до 6 раз. Помимо этого, после достижения этих 6 стаков мы будем снижать сопротивление врага урону в течение 3 секунд на довольно большое количество. И здесь мы просто-напросто постоянно держим на себе этот колчан. Отслеживаем влево количество, сколько стрел у нас на данный момент. И желательно постоянно следить за тем, сколько стаков у вас на данный момент накоплено. И постоянно стрелять. То есть вам нужно, чтобы когда в идеале на вас выходил противник. Вот если клеймор и ветка мечей встречает обычно противника, настакивая 3 мечика вокруг себя, да, и влетает с 3 стаков. То здесь мы в идеале, конечно, должны начинать файт с противником, когда у нас уже отстреляно определенное количество стрел. Уже пошел откат колдовского колчана обратно, чтобы мы его заново заюзали. И уже 6 максимальных стрел было выпущено, чтобы мы сразу начинали стрелять с максимального буста по нашему противнику. Чем мы будем подкреплять данный билд? В куртку мы берем куртку наемника. Да, она не настолько хорошо работает, как в случае с курсой или какими-то вариациями билдов, которые очень многого периодического урона вносят. Например, лук бадона, да, когда вы ешку стреляете, нажимаете жажду крови и просто регенитесь. Но за счет отравленной стрелы и за счет быстрой скорости атаки мы будем довольно много все равно регенить здоровье. И в патовых ситуациях, или когда нужно немножко подрегениться, чтобы перетянуть одеяло в свою сторону, отлично подойдет данная куртка. В пассивке мы берем все на урон везде. Отличная куртка, которая в текущей мете максимально необходима для более соевого варианта. Я покажу сегодня еще одну вариацию, которую вы можете использовать без этой куртки. Можете попробовать, но я лично предпочитаю сейчас в текущей мете играть именно через куртку наемника с отхилом. По поводу шапки, здесь есть два варианта, даже три варианта, про них я расскажу, но я одеваю дьявольский колпак. Дьявольский колпак имеет способность, которая позволяет вам раз в 40 секунд снять все положительные эффекты с выбранного врага. Вы кидаете такой шарик, он долетает до противника и с него снимаются все положительные эффекты. Ботинки, кроме чародейских, которые не снимаются и кроме сапог чистоты, но все остальные ботинки пуржатся. Куртку наемника, которую он заюзал, какую-то мантию чародея. В общем, все, что навешивают на себя из своего в куртку клирика, вы все это пуржите. Данная шапка, учитывая текущую мету в проклятых подземельях, идеальный вариант. Потому что у всех какое-то неприятное пузо, которое позволяет им клирик, который дает неуяз, наемник, которым они отхиливаются. Если вы вовремя научитесь прожимать чистку, то этот скилл позволит вам переигрывать очень многие файты. Потому что вы можете не только куртку какую-то спуржить, но и ботинки. Что позволит вам точно догнать противника, который, например, допустил ошибку и просел по здоровью, начав размениваться с вами лицом. Ботинки. И вот здесь самый интересный вариант. Я предпочитаю сейчас брать сандалии клирика. За счет того, что, во-первых, это ткань. Кстати, и шапка тоже тканевая. Для того, чтобы получить максимальный буст к урону. Везде берем пассивки на урон. Поскольку у нас кожаное тело, для того, чтобы у нас все-таки был урон. И поскольку мы не всегда будем играть через взрывные стрелы. У нас будет не так много урона, как у типичного такого. Я бурстовый лук, у меня все в демедж, но я от всех отлетаю. Мы поэтому будем брать все. Вот верх и низ мы будем брать тканевые, во-первых, для того, чтобы повысить депос. Во-вторых, у ботинок клирика есть офигенный скилл телепорта, который очень многие недооценивают в текущей мете проклятых подземелий. Что позволяет вам делать данные ботинки? Во-первых, данные ботинки моментально позволяют вам разорвать дистанцию между вами и вашим противником. Это означает то, что обычные ботинки, когда вы юзаете, вам нужно отбежать. Если это солдатки, они настакиваются. Так или иначе, противник может что-то вам в спину накинуть, каким-то образом сыграть, и в итоге вы получите какое-то количество урона. Клирик максимально сразу же разрывает дистанцию, что позволяет идеально сыграть против какой-то булавы, выпрыгнув из-под ее напрыжки. Сыграть против кровопуска, против фроста, задоджив какие-то обилки. Отличный такой, знаете, подстраивающийся скилл. Если вам не нужен блинг, и если вы не хотите использовать данную способность, вы можете просто поставить обычный бег. Идеальный вариант, как мне кажется, для того, чтобы данный билд использовать. Я этим блинком отлично играл против каких-то милишников, позволяет дополнительно откайтить. То есть вы не только прыжком отпрыгиваете ледяной стрелой, вы еще и блинком можете дальше отпрыгнуть, когда он снова с вами сократит дистанцию. Противник начинает убегать, вы с него шапкой пуржите его ботинки, у него тоже ботинок по факту нет. Отличный вариант. Теперь переходим к следующему. Это плащ. И плащ здесь мартлок. Очень часто вижу сейчас данный плащ в проклятых подземельях, потому что раньше многие его недооценивали. И сейчас мета такая прям агрессивная. Булавы влетают, дают рассказ. Копья влетают, дают рассказ. Трезубцы влетают, дают рассказ. Вы берете этот плащ. И, ребят, я когда играю на этом лучнике, этот плащ просто меня иногда с того света спасает. Чувак начинает фейсролить до конца, активирует плащ. И просто умирает от моего бурста, потому что чем больше вы стреляете по цели, тем больше по нему входят уроны. И челики вам сносят довольно много хп. Думают, что все, они уже победили. Но в итоге у вас активируется данная накидка. Вы еще подкрепляете это каким-то поушеном. И у вас просто переигрывание. Вы увидите это в нарезках. Вы просто увидите, как я за счет этого плаща переигрываю челиков на их уверенности. Отличный плащ. Других вариантов здесь не вижу. Как только у нас здоровье опускается ниже 25%, мы получаем 50% защиты на 5 секунд. По сути, активируется поушен резиста. Еще один. Теперь переходим к поушенам. Поушены, как обычно, четвертые яды я беру на боссов по углам. Беру обязательно большой эликсир здоровья. Беру большой эликсир защиты. В зависимости от противника. Если противник душный, и это какая-то булава, которая будет делать раскасты и отбегать, то есть там не будет ваншота, я беру зелье здоровья, чтобы если я просяду и допущу ошибку, не успею отблинковаться, не успею как-то отпрыгнуть, то я просто-напросто смогу выпить зелье, отхилить себе здоровье, чтобы немножко сравняться по здоровью с противником. Если это перчатки, то какой-нибудь эликсир защиты или бурстовый урон от копья, например. Если это противник, которого мне нужно быстро просадить, я беру яды восьмые. Поэтому все эти поушены лучше брать. Теперь по поводу еды. Я беру только жареного туманного окуня. Он дает нам здоровье, что позволяет нам быть более жирными, более способными выстоять перед уроном. Но самое главное, и то, что, как я уже неоднократно говорил, многие недооценивают, это пассивка, которая каждый раз, когда мы наносим урон, кража здоровья, которая теряет враг. Чем больше у вас бурст, тем больше у вас этих отравленных стрел, вы постепенно все больше и больше обычными автоатаками отхиливаетесь. И в итоге эти 100-200 хп за файт, они могут переиграть. И за счет того, что у нас плащ мартлока, какие-то подсейвы, вы этими хп в итоге и выигрываете файт. То есть, казалось бы, вы регейните по 5-10 хп за выстрел, но в итоге это 100-200 хп, а за этими хп стоит победа в файте. Такой вот стандартный билд, на котором я сейчас хожу в проклятые подземелья на лучнике. Перейдем к вариантам, которые вы можете использовать. Конечно, вместо курки-наемника можно взять мантию-чародея. В ней есть способность, которая также очень сильна. Помимо этого, мы получаем больше ДПС, поскольку тканевая броня дает гораздо больший прирост по ДПСу. Мы сразу больше начнем демеджить. И помимо этого, у нас способка, которая увеличивает сопротивление урону на 4 секунды и пуржит все положительные эффекты, если цель наносит вам урон. И поскольку здесь у нас есть пурж в куртке, мы возьмем для подсейва здесь шлем хранителя, который будет давать нам спасительный щит, который будет в зависимости от количества здоровья. Если здоровье выше 40%, он будет где-то в районе косаря. Если ниже, то 2 косаря. Ну, зависит от того, какой у вас этэмпауэр и в какие карапты вы идете. По поводу поушина, все то же самое. Еда та же самая, плащ тот же самый. Тоже хороший вариант. Можете попробовать его. Может быть, через него вам будет комфортнее. Если, например, у вас не получается реализовать дьявольский колпак на пурж. А здесь просто броню нажали сразу же. Если это противник, которого нужно еще больше подмедлить, а ему не нужно ничего пуржить. Вы можете поставить ледяной щит, и он будет от каждой его автоатаки замедлять вашего противника. Вы еще докидываете ледяную стрелу, он вообще медленно ходит. То есть я вижу сейчас бурстового лучника как отличного ДПСа, но который играет через полукайтинг. Это не как в стародавние времена, когда были немного другая мета была, и вы просто вставали и такие «Я стреляю!» Нет, здесь теперь бурстовый лук играет больше в кайтинг, как мне кажется, и отлично себя в этом плане показывает. Ну и, наконец, финалочка, как говорится. Вы можете взять плащ, точнее не плащ, а колпак. Шапку культиста, самая дорогая шапка, которую в следующем патче занерфит. В общем-то, на 7 секунд проклинайте врага, если он будет вас сбить или использовать способности, ему будет наноситься определенное количество урона. Но сейчас так часто встречается эта шапка, что, если честно, я ее не очень люблю брать, потому что многие уже научились ее контрить. Они просто отпрыгивают, отбегают, мета-мобильная, пережидают в инвизе, и по факту она слабо реализуется, чем вот эти две шапки, которые намного лучше. Но в идеале я вижу билд вот так. Ну а теперь мы перейдем уже непосредственно к нарезке в PvP для того, чтобы закрепить теорию. Не забудьте, что вот этот вот билд вы можете выиграть, написав комментарий от 4 слов. Погнали к PvP! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бэм